МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые актуальные новости города в эфире 1-го Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Сегодня выпуск. Сотрудники ГАИ вышли на борьбу с нерадивыми водителями автобусов. Рублевка по-Карагандинске. Элитный коттеджный городок на юго-востоке подтапливают фекальные воды. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полицейского арестовали за телефонный терроризм. Начнем выпуск с печального известия. На 94-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Караганды, Зайрула Нигматуллин. Зайрула Гершанович Нигматуллин родился в 1919 году. В 1941-м добровольцем ушел на фронт, воевал под Ленинградом, дошел с боями до Польши. В 1948 году Зайрула приехал в Караганду. За свои подвиги в годы Великой Отечественной войны награжден двумя орденами Красной Звезды, Орденом Славы Третьей Степени, Отечественной войны Первой и Второй Степени, награжден медалями за победу над Германией и маршала Жукова. Звание почетный гражданин города Караганды присвоено в апреле 2005 года. Вознаменование 60-летия Великой Победы за заслуги перед Отечеством в период войны. Большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи и активное участие в общественной жизни города. Зайрула Нигматуллин, отец экс-акима Карагандинской области, а ныне спикером Ажелеса парламента Республики Казахстан Нурлана Нигматулина. Телеканал Первый Карагандинский выражает искренние соболезнования родным и близким умершего. Террорист в погонах. Сотрудника полиции обвиняют в ложном сообщении о бомбе. Однако сам обвиняемый утверждает, что его подставили его же коллеги. Подробнее в репортаже Аиды Ибраевой. 10 октября 2012 года Серика Бесимбаева поместили в следственный изолятор. Обвинение предъявлено сотруднику Новомайкудукского отдела полиции «Телефонный терроризм». С телефона Бесимбаева поступил звонок в Центр временной адаптации и реабилитации с сообщением о заложенной бомбе. Задержанный виновным себя не считает. Более того, родная сестра Бесимбаева утверждает, ее брата подставили. Это кто-то взял его подставил. Кто-то, он оставил свой телефон на зарядку в комнате отдыха. И кто-то в этот момент воспользовался его телефоном и позвонил в ЦВАК. Бомба заложена. И сказал, бомба заложена. В день, когда поступил звонок, задержанный находился на рабочем месте на дежурстве. Подтвердить его присутствие могут все коллеги. Зачем молодому полицейскому, у которого семья и двое детей, баловаться с телефоном, остается с загадкой. По словам Жены Арбисимбаева, Серик всегда отличался довольно серьезным нравом. Нет, он вообще у меня серьезный. Я даже могу показать его достижения. Он у меня мастер спорта. Пропагандирует здоровый образ жизни. С малых лет, со школ, он занимается спортом. У него много грамоты, много награждений. Даже благодарственные письма от начальника ДВД нашим родителям. Наша семья вообще воспитанная. Жанар уверена, на ее брата оказано давление. Вообще дело следовали 3 месяца 28 дней. Они не могли найти крайного человека. Через 3 месяца 28 дней только они закрыли моего брата. Атестовали внутренние органы, начальники ДВД вызывали моего брата и требовали, чтобы он признал это дело. Если он не признает, ему будет плохо. Сегодня уголовное дело находится на рассмотрении. Скоро станет ясно, виновен ли Бесимбаев злорадной шутки. На сегодняшний день уголовное дело на стадии завершения предварительного расследования идет ознакомление с материалами уголовного дела, согласно составленного графика, после чего уголовное дело будет направлено через прокуратуру в суд. А Жанар остается только надеяться, что справедливость восторжествует. Плачет. Я не виновен. Я же здесь сижу, надо мной даже со мной сидящие смеются. У тебя детская статья. И вот по его просьбе я обращаюсь по всем телеканалам, везде пишу, по всей инстанции. И буду писать, и буду доказывать, что мой брат не виновен. Айда Ибраева, Бауржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. Большие проблемы элитного района. Жители коттеджного городка на Юго-Востоке объявили войну своим застройщикам. Владельцы особняков уже несколько лет борются с фекальными водами в цокольных этажах. Все потому, что застройщики неправильно провели канализацию. Это подтвердила и независимая экспертиза. Однако устранять собственные недостатки строительная компания не собирается. Теперь владельцы элитных таунхаусов будут судиться со строительной компанией. Мы больше полгода уже не пользуемся, потому что нет смысла пользоваться душ-кабином, сауном. Поэтому, если хотите, давайте вам покажу. Все это стоит, потому что это невозможно. Мы уже просто устали. Вот уже 4 года Венера Пиксаева жалеет, что купилась на рекламу жилья в коттеджном городке на Юго-Востоке. С момента новоселья ее семья то и дело борется с сыростью и фекальными водами на цокольном этаже. Буквально с подручными средствами брали, вычерпывали, набирали эту воду в ведра и выносили. Просто на территорию выливали и все, потому что невозможно было. Канализационная вода – это же и антисанитария, и запах. Это постоянно и хлорка. У нас дети, взрослые люди, как бы. Поэтому мы уже просто устали бороться. Все дело в том, что с самого начала строительная компания «Стройказкомплект» с грубейшими нарушениями проложила канализационные сети, рассказывают жители элитного района. Это подтвердила и независимая экспертиза. Оказывается, у нас в двух местах контруклон в трубах. Трубы проложены без пластиковых труб, без песка, который должно быть. Просто Гопро. Она в нескольких местах уже открывали, уже меняли затоп кругом. Вот это, где водоснабжающие колодцы заполняются канализационной водой. Потом, естественно, канализационные все колодцы заполняются, и все потом топятся цокольные этажи. Самостоятельно решить проблемы с застройщиками у людей не получилось. Компания предложила жильцам устранить проблему за свой счет. Владельцы элитных квадратных метров вынуждены были обратиться за помощью в общество по защите прав потребителей. И даже подали на недобросовестных продавцов в суд. В настоящее время общественным мнением по защите прав потребителей «Гарант» составлено исковое заявление. И в интересах этих жильцов, пострадавших от затопления, подано исковое заявление. Судом принято производство. В ближайшее время состоится слушание по данному делу. Басулу Турдалиева вспоминает, когда покупала дом, застройщики пообещали, здесь будет настоящая рублевка. Однако Карагандинка уже и не рада тому, что вложила внушительную сумму в подтопленную недвижимость. Не увидели жильцы и обещанных зеленых насаждений, освещения и брусчатки. Но больше всего женщину волнует отношение властей к ситуации. Ведь приемочная комиссия почему-то грубых нарушений в строительстве не зафиксировала. «Как принимали наши городские власти, вот это строительство, нам непонятно, куда они смотрели. Кто принимал? Часть принимал, отдел архитектуры, строительства, потом какой отдел еще? Пожарный. Пожарный, сейчас это честно относится. Вот у них все подписи есть, у нас смотрим, акт приемки, все подписи есть. Как принимали? Значит, нарушение закона не пошли, зато теперь жители страдают». Понесет ли ответственность стройка с комплект и за чей счет будут устранять недостатки, пока неизвестно. Судебные тяжбы жильцов с застройщиками еще впереди. Ирина Камышова, Бауржан Алипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Двое взрослых и ребенок погибли в пожаре в Карагандинской области. Пожар произошел минувший четверг утром в Шанаркинском районе в поселке Атасу. Там загорелся частный дом. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Огонь унес жизни троих человек, в том числе одного ребенка 2012 года рождения. «Поступило сообщение о горении хозпостроек и летней кухни в поселке Атасу по улице Ниас-Батыра, дом 2. Причина данного пожара уточняется». Сотрудники ГАИ вышли на борьбу с нерадивыми водителями общественного транспорта. В Караганде стартовало профилактическое мероприятие «Автобус», которое, по словам Дорожных страж порядка, должно благоприятно отразиться на дорожной обстановке в целом. Соблюдается ли требование перевозок граждан, в норме ли техническое состояние автобусов, это и многое другое в рамках ОПМ, выясняли дорожные полицейские. Насколько безопасно передвигаться в общественном транспорте, узнавал наш корреспондент. Стражи порядка на дорогах вышли в рейд по нерадивым водителям общественного транспорта. Таких на дорогах Караганды, как ни печально, становится все больше. Вместе с тем растет и количество жалоб от пассажиров на хамство и безответственное поведение на дорогах водителей автобусов и маршруток. С 7 февраля 2013 года по 9 февраля включительно проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Целью данного мероприятия является выявление грубых нарушений правил дорожного движения со стороны пассажироперевозчиков и профилактическая работа направлена на то, чтобы в нашем городе было меньше дорожно-транспортных происшествий, в том числе с тяжкими последствиями, то есть с пострадавшими пассажирами. Год только начался. В Караганде уже зафиксировано 4 дорожно-транспортных происшествия с участием пассажирского транспорта, в том числе со смертельным исходом. По словам сотрудников ГАИ, водители автобусов в первую очередь должны быть внимательны, ведь их главная цель – безопасность пассажиров. Это было столкновение, вины автобуса нет, но как мы говорим, дорожная полиция, в каждом дорожно-транспортном происшествии частично, если даже он не виновен по законодательству, частично вина каждого водителя есть. То есть можно в любом случае этот факт предотвратить. Качество обслуживания пассажиров перевозчиками, соблюдение условий договоров, чистота транспортного средства. Словом, сотрудники ГАИ провели масштабную проверочную работу. Но, как известно, одним предупреждением сыт не будешь. Представители Акимата говорят, без помощи гаражам проблема не решится. Создана горячая линия на базе ГУЖКХ, куда могут все пассажиры, люди города могут обращаться со своими жалобами. Телефон 425979, все жалобы рассматриваются совместно с перевозчиками и по всем жалобам принимаются меры. Таким образом, безопасность пассажиров теперь под контролем городских властей. Но на этом работа не закончится. Также в планах у блюстителей порядка проведение профилактического курса лекции и бесед с работниками автобусных предприятий города. Аида Ибраева, Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, не переключайтесь, далее все самое интересное. Молочная фабрика «Натиже» представляет Новый продукт – ацидофилин Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натиже» с заботой о вашем здоровье В Казахстане нужно повысить качественный и профессиональный уровень сотрудников правоохранительных органов. Так в послании народу сказал глава государства. Этому вопросу посвящен двухдневный семинар в Департаменте внутренних дел Карагандинской области, в котором приняли участие более ста сотрудников кадрового аппарата органов внутренних дел. О последних изменениях в новом законе о государственной службе рассказала заместитель начальника управления агентства по делам государственной службы Гульнар Ахметова. Во-первых, изменится сама процедура проведения конкурса. Чтобы конкурс проводился более прозрачно, объективно, у нас будет проводиться тестирование предварительно в нашем управлении, в территориальном подразделении, а затем уже собеседование проводить будет непосредственно сам государственный орган. В данном случае сокращается время проведения конкурса почти в три раза. Это большой плюс. Затем будет формироваться управленческий корпус А. Отдел образования города Караганды приглашает всех желающих на день открытых дверей. Он пройдет 9 февраля с 10 до 14 часов на базе Дворца детей и юношества. В рамках мероприятия будет организован прием граждан по различным вопросам учебно-воспитательного процесса в организациях образования города. К другим новостям. Красивые густые волосы – это реальность. Теперь и карагандинцы могут стать обладателями ослепительной шевелюры. Как утверждают специалисты медицинского центра 101, уникальная серия лекарств может избавиться от всех болезней кожи головы. Подробнее в репортаже нашего корреспондента. Скажем, нет проблемам выпадения волос. Люди, страдающие проблемой облысения, могут восстановить и укрепить свои локоны окончательно. А это они могут сделать в специализированном медицинском центре 101. «Приглашаем всех лиц, у которых есть проблемы с волосами, обратиться к нам. Мы поможем определить тип волос, проведем компьютерную диагностику, оценим состояние волос, поставим диагноз, оценим степень потери волос и определим длительность курса и дадим гарантию. Гарантия будет индивидуальная. Кому-то 10%, а кому-то 100% рост волос, восстановление волос». На сегодня проблемой выпадения волос страдает почти каждый третий казахстанец. Таким людям, в свою очередь, помогают специалисты медицинского центра 101. Подобные оздоровительные центры есть в Астане, Алмате, Актюбинске и Усть-Каменогорске. «Центру восстановления волос уже 10 лет. Мы открылись в Алмате в 2002 году, в 2012 декабре нам было 10 лет». Кроме того, специалисты медицинского центра 101 продемонстрировали на семинаре по трихологии уникальную серию лекарств. По словам директора специализированного центра Жаната Слубековой, данная серия поможет каждому клиенту. «101 – это целая серия средств по уходу за волосами. Средства у нас – это спиртовые вытяжки лекарственных трав, где-то 10 наименований, специальные лечебные шампуни к ним прилагаются». Таким образом, в узкоспециализированном медицинском центре 101 квалифицированные эксперты проведут компьютерную диагностику, помогут выбрать индивидуальную программу лечения, облысения, профилактики, выпадения волос. А также каждый клиент центра получит индивидуальную гарантию восстановления роста волос. В свою очередь, специалисты центра накануне провели семинар и пригласили врачей, дерматологов и эндокринологов, которые выразили свое мнение об уникальности данного оздоровительного центра. «Сама идея, что у нас появится первый центр трихеологии, я думаю, это уже продвижение, это возможность нашим пациентам где-то целенаправленно отследоваться и лечиться. У нас нет той возможности, которая у нас есть здесь. Они могут заниматься именно одним пациентом, одной патологией». Нурила Туржана, Ужас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. С новостями спорта вас познакомит Берик Копаров. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. В любой сложности и на заказ – балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». На спортивной базе стадиона «Шахтер» прошло открытие 23-го зимнего областного спортивного праздника «Харлакас-2013» и зимней спартакиады «Ахкас-2013» среди городов области. В соревнованиях принимают участие 8 команд из Балхаша, Жизхазгана, Тимиртау, Шахтинска и других городов региона. Одной из главных целей проведения спартакиада является популяризация здорового образа жизни и развития зимних видов спорта. В этом году мы проводим 23-й сельский областной праздник «Харлакас-2013» и 10-й областная спартакиада среди городов «Ахкас-2013». Как вы знаете, что сейчас особое внимание уделяется развитию зимних видов спорта. Почему? Потому что сейчас Казахстан готовится в 2017 году принять соревнования в Алматы зимней всемирной универсиады среди студентов. Поэтому сейчас идет усиленно в этом плане направление подготовка. Соревнования проводятся на спортивных базах стадиона «Шахтер» стрелкового тира Дворца спорта имени Нуркена Абдирова, лыжной базы детско-юношеской школы Олимпийского резерва по зимним видам спорта. Закрытие соревнований состоится 9 февраля в фойе Дворца спорта имени Нуркена Абдирова. Всемирные зимние специальные Олимпийские игры для людей с ограниченными возможностями прошли в городе Пьенгчанг, Южная Корея. Казахстанская сборная соревновалась по пяти видам спорта. Фигурное катание, конькобежный спорт, лыжные гонки, горнолыжный спорт и снегоступы. В соревнованиях принимали участие сборные из 111 стран мира. В сборную Казахстана вошли и четыре карагандинских спортсмена. Нуржан Тусупов, Сунгат Шалабаев, Анастасия Мухартова и Екатерина Скопнева. По снегоступам на дистанции 100 метров наши спортсмены собрали все комплекты медалей. Золото у Екатерины Скопневой, серебро взял Сунгат Шалабаев, а бронзу получила Анастасия Мухартова. Всего карагандинцы принесли в копилку наград сборной Казахстана две золотых, одну серебряную и три бронзовых медали. Сборная Казахстана по хоккею с шайбой в первой встрече финального олимпийского отборочного турнира переиграла сборную Франции 3-2. Роман Старшенко и Константин Романов поочередно поражали ворота французов в первом периоде. На 33-й минуте матча нападающий сборной Франции Саша Трей сократил отставание, но под конец второго периода Талга Джайлауф восстановил преимущество в две шайбы. На 18-й минуте третьего периода французы усилиями Амара Баптиста снова сократили отставание до минимума, что все равно не позволило уйти от поражения. Итог встречи 3-2 победа сборной Казахстана. На этом у меня все. Напоминаю телефонной новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Еще больше новостей на нашем сайте. Адрес на экране. Я желаю вам приятных выходных. Всего доброго. Сау Бонздар. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин